Вот когда нету память, можно прямо готовку переструить. Да там силу по 20 минут. Нет, мы можем снять, конечно, если как будто говорить о еде без беды. Ну это да, у нас как-то не материал. Потому что фотографии на 25 минут мы там наговорили, как минимум. На 25 минут мы фотографии положим. Ну, людям надо видеть. Никита, я понимаю, что они... Мы с вами, конечно, очень красивые, но мне кажется, что... Нет, не поняли вопрос. ...сконкурировать с розовой вы не можем. Что, вы хотите от меня еще сейчас услышать? Чего вам надо? Здравствуйте! Приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас опять в гостях Ольга Чененкова. Питомниковод, ландшафтный дизайнер. И сегодня речь пойдет у нас про чубушники. Или, как часто называют наши садоводы, жасмин. Хотя, как известно, к жасмину никакого отношения чубушник не имеет. Но, на самом деле, растение удивительное. И вы сейчас узнаете, возможно, о нем то, о чем даже не догадывались. Насколько разнообразный и интересный он бывает. Здравствуйте, Ольга! Здравствуйте, Андрей! Да, видите, я сразу же решил сходу заинтриговать наших зрителей. Потому что я зашел на ваш сайт, посмотрел на те чубушники, которые вы у себя выращиваете. И они действительно удивительные, наверное, ну, может быть, не профессионалу, не ландшафтному дизайнеру, а такому садоводу-любителю, который видел всем известные вот эти вот жасмины в кавычках, как у нас называют, они не сразу поймут, что это одно и то же растение. Абсолютно правильно говорите. Ольга, я бы хотел, чтобы вы немножко подробнее рассказали про те сорта, которые вы выбрали для своего питомника. Я так догадываюсь, что вы, опять же таки, исходили в первую очередь из зимостойкости этих растений, а потом уже их декоративных свойствах использования в ландшафтном дизайне. И я знаю, что даже по запаху эти чубушники очень отличаются друг от друга. Вы абсолютно правы. Да, мы тоже неожиданно для себя вдруг решили заняться этой группой, поскольку поняли, что ассортимент чубушников очень мал в нашей стране. Что мы видим в парках, это в основном чубушник венечный. В ботанических садах еще у нас бывают некоторые другие видовые, там, шренка в том числе. Но это все равно примерно одни и те же кусты на вид, это простые цветы. И в то же время мы знаем, что уже с 50-х годов, с 40-х годов на Липецкой станции, лесостепная станция, опытная, ЛОС, так называемая, было выведено веховым очень много интересных сортов, которые прекрасно у нас зимуют. И мы их нигде не видим с вами, ни в городе, и редко встречаем на садовых участках наших садоводов. Чем интересна эта культура? Помимо того, что она зимостойка, помимо того, что это красивые кусты, которые не только красиво цветут. У многих сорта имеют шикарные листья, окрашенные побеги, которые хорошо смотрятся зимой на фоне снега. Почему у них такая бывает красноватая кора, бывает очень теплого коричневого цвета кора, хорошие габитусы кустов. Но самое, наверное, главное, о чем хочется сказать, это опять же культура, которая цветет в тот промежуток, когда не цветут другие кусты. Основное цветение в нашем климате, и растения к этому приспосабливались эволюционно, это все-таки начало сезона. Сезон короткий, надо проснуться, отсвести, завязать семена, немножко порасти, приготовить побеги к зиме, и хватит. Поэтому у нас середина цветения всегда отсутствует, цветут только многолетние травянистые растения, либо розы у нас спасают в этом случае. И дальше уже только ближе к осени зацветает гортензия. И вот этот большой промежуток июль-месяц нас выручают только с вами чубушники. Поэтому чем их больше, чем больше их форм, чем именно кустов, чем больше форм различных цветов. Они бывают махровые, они бывают простые, бывают сильный запах, бывают слабый запах. Почему это? Это тоже важное дело в том, что у нас уже были такие заказчики, которые наотрез отказывались от чубушников, кстати, и от сиреней в том числе, потому что им был неприятен сильный запах кустов. Такой бывает, да. В этом случае могут помочь как раз кустарники, которые даже пусть и имеют запах, но он более тонкий. То есть для того, чтобы его учуять, надо все-таки понюхать сам цветок. Более того, что запах веничного нашего чубушника бывает даже очень сильный. Его лучше не сажать под оконами, иначе вы можете плохо спать. Ну это как черемуха. Да, да. То есть вот есть такие аспекты, их тоже надо учитывать. И совершенно случайно мы вначале приобрели несколько сортов. Естественно, я отбирала, анализируя все-таки информацию по этим сортам, какие будут у нас лучше зимовать. Дело в том еще, что очень большая путаница существует. Я, кстати, привезла книжку, потом ее покажу. У нас практически нет информации, нет монограмм каких-то толковых по чубушникам. Единственная книжка, которая существует, и то это сейчас большая редкость, это монография самого Вехова, изданная в 52-м году. Это вот такая маленькая книжечка. Но, как всегда, с советских времен книжки очень емкие по содержанию, где есть хоть какое-то описание этих сортов, от чего мы можем отталкиваться. Потому что даже получая, покупая сорта в лосе, очень часто можно столкнуться с пересортом. И то же самое ходит и по стране. Видимо, связанное с войной, время, когда выводились многие сорта. После военное время, потом длительное все-таки госэкспортное испытание идет. И как раз только оно заканчивалось, и начиналась перестройка. И реально утеряно. Утеряно те, наверное, точные маточные кусты. И более того, сами сорта-то вначале испытывались больше в южных регионах. Например, тот же сорт ромашка, вот когда я нашла результат его госиспытания, так он рекомендуется в госкомиссии. Только для Полтавской области, больше ни для чего. И в то же время он сейчас уже, благодаря любителям, которые пишут свои отзывы, он неплохо растет в Москве. Теперь хочется его попробовать у нас здесь, как он будет себя вести. Это вот и есть такое постепенное продвижение сортов этих на север. Но помимо веховских сортов, сейчас, конечно же, существует большая группа. С них, наверное, все и начиналось. Это лимуановские французские сорта. И мы их часто видим в продаже. Сам вехов работал именно с этими сортами, когда выводил уже свои. Но, к сожалению, сколько мы не пробовали, мы сажали и на объектах. Увы, и у себя, естественно, пытались их развести. Все-таки подмерзание очень сильное, вплоть до вымерзания полного. Особенно, если ты сажаешь уже взрослый кустарник. Поэтому мы даже тоже один период отчаялись и думали, что кроме как виничный чубушник, больше ничего у нас расти не может. И нечего даже пытаться. И вот такая удача с сортами веховы, это для нас был подарок. Я думаю, это вообще подарок для всех садоводов северо-запада. У нас вот есть, конечно, тоже, опять же, везде есть свои стереотипы. И тут мы воспринимаем чубушником, вот как этот наш такой жасмин пасконный. Хотя, на самом деле, это растение неродное нашей природе, скажем так, как и ругозы, как мы уже выяснили с прошлого вашего разговора. И я так увидел, у вас на сайте есть не только сорта вехова, а даже сорт из Миннесоты. Миннесота нам тоже очень интересна, поскольку она, как ни странно, по климату нам довольно-таки близка. Там морозы доходят до минус 40 градусов. И если уж в Миннесоте что-то растет, то у нас всяко приживется. Я вот помню, в прошлом летом мы снимали про рододендронный сюжет. И вот замечательные миннесотские рододендроны-лайцы, они прям стали хитом в Ленобласти. Поэтому мне кажется, что сорта из Миннесоты должны тоже уже у нас заранее внушать доверие. Все правильно. И на самом деле, наверное, при выборе сортов надо все-таки ориентироваться и на Северную Америку, и на Канаду. Там тоже есть свои сорта, в том числе есть, например, сорт. Правда, мы его еще не видели, не получали. Доктора Свейда, который выводил канадские розы, у него есть и сорта чубушников. Тоже очень интересные, потому что они работали с очень красивым сортом лимуановским, который бы хотелось, конечно, иметь у нас. Это Мантода Хермин, горностаевая мантия. Он очень изящный, очень красивый, с потрясающим запахом. Но не может он хорошо у нас зимовать. Вот они с ним работали. Интересно, что у них получилось, увидеть это вживую. Также есть и другие канадские сорта, например, Сноу Бель, который мы уже знаем, который тоже достаточно устойчив в нашем регионе. Это невысокие как раз чубушники с махровыми цветами, с запахом. Поэтому вот на эту селекцию надо обращать внимание. Хотя это уже очень старые сорта. Например, Миннесота Сноу Флейка, о котором вы говорите, это сорт 35-го года выведенный. И не так давно он у нас здесь появился. Хотя сорт достойный, он махровый. Потому что очень многие, кстати, спрашивают, посоветуйте так, чтобы все-таки он был махровый. И при этом хорошо пах, имел сильный аромат. Потому что одно другое немножко исключает. Например, у сортов Вехова. Так вот этот сорт один из них. Он имеет хороший ощутимый аромат. И он махровый, он устойчивый, он обильно цветет. Также, на самом деле, есть интересные сорта. Поскольку мы с вами еще не сказали о том, что основная масса видов чубушника действительно произрастает в Северной Америке. Это не наши отнюдь виды. У нас в естественных условиях произрастает только чубушник, как раз венечный, либо обыкновенный. Кавказский на Кавказе и на Дальнем Востоке. Тонкорисный чубушник и шренко. Остальные все-таки это не наши виды. Поэтому вот такой чубушник Льюиса, есть сорта у него, которые сейчас представлены и Финляндией в том числе. И дальше они показали, что у них эти чубушники зимуют гораздо севернее, почти что до шестой их зоны, совершенно спокойно. Могут быть чуть ниже ростом и цветут полноценно. Такой сорт Ахтисилма, который в переводе называется «звездный глаз», если его так переводить дословно, с финского языка. Это у них была в свое время очень интересная программа в Финляндии, государственная программа. Они называются «Кескос». Они отбирали по всей стране разные декоративные кустарники, которые действительно себя хорошо зарекомендовали на всей территории страны. Ну, наверное, за исключением самого Граннего Севера. При этом они ездили не только по Финляндии, они ездили у нас и по Советскому Союзу, они ездили в Северную Корею. То есть они действительно вели отбор декоративных растений, чтобы пополнить свой ассортимент. Так вот этот куст был найден как раз в одном из селений. Рос он на уровне, если так проводить по карте, где-то нашего Петрозаводска. И прекрасные трехметровые высокие кусты. Чем он отличается от венечного, несмотря на то, что у него простой цветок. У него слегка витые эти лепестки, цветок крупный, подкрученный до 5 сантиметров. Он обладает запахом не таким сильным назойливым, как у венечного, но хороший, вкусный, ощутимый запах. При этом он более изящный, у него более тонкий, заостренный лист, гладкий, красивая кора у самих побегов. То есть это действительно разнообразие ассортимента. То есть разнообразие ассортимента – это не только махровый, либо простой цветок. Мы сейчас все рвемся за махровыми формами, но с другой стороны, любое разнообразие. Если вам сказать, что вот этот кустарник, например, чубушник необычный, веховский, если на него посмотреть, не сразу ты поймешь, что это чубушник. Низкий, компактный, густо нарастающий, с коричневыми побегами. Максимально вырастает до полутора нераметров у нас. У нас пока он еще где-то дорос за эти 4 года, где-то, наверное, 70-80 сантиметров. Обильно цветущий, простыми цветами, но с красной серединкой. Это у них такие вот… Это же очень интересно, потому что мы привыкли к белому чубушнику, а у него, оказывается, бывают еще какие-то оттенки розового. Да, бывают. Правда, это, судя по всему, корни такого чубушника култера, который имеет еще и мексиканские корни. Поэтому западные сорта, к сожалению, у нас очень плохо зимуют. Действительно, шикарный сорт Белли Толь, французский сорт, выведенный в 30-м году у лимуана. Он всем очень нравится, хотя у него тоже простой цветок. Но он чуть крупнее, чем как раз у сорта необычный. Обладает отличным ароматом, но он очень сильно подмерзает. Их приходится выращивать под укрытием, и то гарантии никакой нет. Нет, но под укрытием, мне кажется, с чубушниками вряд ли кто-то захочет возиться. Но я хотела сказать, что если вы не знаете, что это чубушник, но этот сорт, помимо таких цветов, его самое главное достоинство – это аромат земляники, вы хотели бы иметь в своем миксбордере кустарник, отлично зимующий, который цветет обильно в середине лета, когда другие не цветут, и при этом имеет запах земляники? Ольга, мне бы хотелось, чтобы мне сейчас еще сказали, что земляника на нем потом вырастает, и ее можно съесть. Нет, мы для этого грядки. Если немножко абстрагироваться, то и кустарники с простыми цветами очень интересны, просто они все разные, у них совершенно разные цветы. Например, воздушный десант, вроде бы да, простой цветок, но из-за того, что у него цветочек направлен вниз вначале, пусть он даже не такой крупный, но этот обилие цветения и запах земляники – это потрясающее ощущение. И вообще, надо сказать, что если мы к нашей коллекции РОС и РОГОС, например, относимся с уважением, прежде всего, и слегка с такими потребительскими качествами, то к чубушникам у меня почему-то возникла просто такая трепетная любовь. Я жду, когда… Романтическая привязанность. Да, да, да. Я жду, когда они зацветут, и когда они цветут, проходя по саду, хотя времени совсем нету, начинаешь себя ощущать китайцем. Почему? Потому что с китайского языка, как я прочитала, чубушник переводится как «цветок наивысшего спокойствия». То есть время останавливается, все цветет. Я очень люблю, когда у меня зацветает чубушник, это происходит в период белых ночей, и вот ты ночью выходишь в такой абсолютной тишине, и кажется, что даже вот бутончики, они лопаются с таким чуть слышным звуком, потому что он распускается практически за одну ночь. И вот, кстати, хотел спросить, они все цветут примерно в одно и то же время, да? Или у них есть какие-то совсем поздние сорта, может, которые дотягивают до августа или начинают с мая? Правильно спрашиваете. Да, конечно, у них есть разные сроки цветения от ранних, считается, до поздних. Я не могу, конечно, сказать, что это очень большой перерыв у сортов, но он ощутимый, и он действительно позволяет продлить цветение. Кстати, мы еще забыли сказать, что само это цветение – это не две недели. Если куст посажен, вот как у нас, они сидят в полутени, легкой, поскольку очень много взрослых деревьев на участке, до 30 дней идет цветение сортов. Это не две недели, да. И если мы еще с вами сажаем сорта, цветущие все-таки в разный период, это у нас получается цветение с конца июня до начала августа. Очень бы хотелось выделить из коллекции Вехова и рассказать об уникальном сорте, конечно, это сорт «Жемчуг». Он так и называется. Чем он так уникален? Помимо безумно красивых и крупных цветов, несмотря на то, что заявленных размер максимальный, по крайней мере, в Липецкой области и в Подмосковье, писали где-то 6-7 сантиметров. У нас даже на сайте поставлена линейка, он дорастает почти до 10 сантиметров цветок. То есть, это не расправленный полностью, да. То есть, вот он какой он есть. Это, конечно, конечный цветок в кисти, но это все равно очень большой размер. Если мы вспомним чубушник венечный, ну, это 3 сантиметра максимум. А здесь полноценная роза. 10 сантиметров. Да, представьте, полноценная роза, и она не одна в соцветии. То есть, чубушники в соцветии целые. У каких-то чубушников там 3 цветка, у каких-то 5, у каких-то 9, но это всегда соцветия. То есть, это потрясающий в этом плане сорт. Но также он красив еще и габитусом своего куста. Это хорошо сформированный, раскидистый куст. Компактный и раскидистый одновременно. То есть, получается, форма хорошая при посадке. У него очень красивые побеги. Они золотисто-коричневого цвета, слегка красноватого. Очень красивый лист, совсем не такой, как у чубушника. То есть, неподготовленный человек, если будет смотреть на этот кустарник, он также не поверит, что это чубушник. Потому что мы привыкли видеть большой, лохматый в парках куст, серая кора, такой большой пушистый лист, не особо интересный. И мелкие цветы. А здесь красивые, глянцевые, крупные, с оттянутой макушкой. То есть, это действительно очень интересный сорт со всех точек зрения. И главный аромат. Вот тут аромат мне безумно нравится. Несмотря на то, что это полноценный махровый сорт, аромат у него не такой сильный, чтобы издалека его ощущать. Но когда ты нюхаешь этот цветок, становишься как наркоман. Потому что запах у него очень свежий. Почему-то, не знаю, как точно сейчас пахнет немфеей, но вот ассоциация именно с немфеей. То есть, настолько свежий запах, хочется ходить, вот срываешь цветок, ходишь по саду, и только его и нюхаешь. Ну вот, наверное, потому и жемчуг. Потому что какие-то, может быть, такие морские нотки. Может, и с этой точки зрения. Но вообще считается жемчуг, потому что очень белый, слегка аж прямо перламутровый цветок. Такая вот белизна, которая светится в наши белые ночи. Действительно очень красивый. Этот сорт никого не оставляет равнодушным. Ну еще бы, диаметр жемчуга 10 сантиметров не оставит равнодушным ни одну женщину. Да, поэтому очень красивый. И главное, надежный. То есть, у нас он в саду был посажен в зоне корней взрослой ели. Причем ель такая лет под 150 уже. И вот в зоне ее корней он себя прекрасно чувствует. Это было поразительно. Нам просто больше некуда было сажать. То есть, он еще и неприхотлив. Он неприхотлив. Он отличный зимой. То есть, сейчас у него размер у нас это где-то уже под 2 метра. Он дал побеги в прошлом году. И все эти побеги, вот все эти зимы, эти побеги зимовали отлично. Поскольку он не рос, пока не было никакого подмерзания. Хотя, если смотреть по московским данным, вообще у веховских чубушников считается, что это действительно хорошо. Зимующие у нас кустарники, практически все сорта, за некоторым исключением. Здесь надо исключить, вот сразу сказать, те сорта, которые имеют желтый оттенок. Они похуже зимуют, и сорт ромашка зимуют похуже. Даже в Москве были года, когда молодые кусты вымерзали до основания, но потом отрастали. Поэтому с такими кустами надо аккуратно. Им надо хорошее место давать, все-таки не такое ветреное, но они того стоят. Если говорить про другие сорта, часть сортов абсолютно показали полную зимостойкость, и никакого подмерзания прошлогодних побегов у них не выявлено. Но большинство сортов считается, что подмерзание однолетних побегов возможно до 50 сантиметров. Но это не значит, что они будут именно мерзнуть до 50 сантиметров. В это понятие входит и 5, и 10. То есть это просто такая группа. 1, 2, 3 и так далее. То есть все эти сорта укладываются в такой промежуток. Это очень хорошие, надежные сорта уже для Москвы. Многие считают, что у нас на Северо-Западе они должны зимовать еще лучше, поскольку у нас более мягкий климат. И по крайней мере вот эти испытания, нельзя сейчас говорить, что мы их испытывали уже очень долго. К сожалению, мы их завели уже после зимы 15-16 года, когда было 37, и без снега. Вот, кстати, розы в этом плане у нас были лучше проверены. Но вот эти все последующие зимы не было вообще никакого подмерзания на побегах, даже малейшего. Поэтому мы считаем, что это грубо перспективно. И сейчас мы испытываем уже порядка 20 сортов в своем саду. Тут больше даже сложности в том, чтобы приобрести точно этот сорт. Да, самый страшный же порог вообще всех садовых центров и питомников это пересортиться. Пересортиться. Но беда в том, что действительно нету какого-то эксперта, который бы мог подтвердить. Есть сорта близкие. Я, может, потом вам покажу, вы все-таки заснимите эту книжку, какие там фотографии. Это единственный материал, по которому можно на данный момент определять сорта. Фотографии 52-го года, они совершенно не информативны, к сожалению. То есть, получается, приходится всем, кто заводит у себя эти чубушники, основываться и на описании более детальном, и на тех кустах, которые сохранились где-то в ботанических садах. Хотя они у нас тоже, к сожалению, выращивали больше видовые формы и выращивали сорта лимуана. А почему-то веховские чубушники туда уже пришли гораздо позже. Многие ботанические сады, в том числе и Москва, завозили к себе эти сорта уже после 2002-го года, 2007-го года. Что они уже себе завели, тоже большой вопрос. Вот эта проблема с точной сортностью, но с другой стороны, уж ладно, неважно какой сорт, главное, чтобы он был красив, главное, чтобы он был неприхотлив, и будем считать, что это он. Вы знаете, что еще очень важно для чубушников, мы все-таки говорим и про ландшафтный дизайн. Вы все-таки ландшафтный дизайнер, и наверняка у вас должно быть решение о том, как использовать эти сорта, потому что главный недостаток того чубушника, к которому мы привыкли, в том, что он растет зонтиком, обязательно разваливается, обязательно вот эти побеги повисают у него, его очень сложно формировать, потому что на обрезку он вроде отзывается хорошо, но это постоянно такой куст, который требует большого ухода. И размер у него такой тоже, ни два, ни полтора, потому что вроде и под ним ничего не посадишь, потому что он большую площадь достаточно, занимает, и какие-то многолетники, сидящие под ним, они тоже не очень, он на них хорошо влияет. Вот как сыпточки, может, есть прямостоящие сорта, возообразные, с какими-то непоникающими побегами, а может быть, растущими от ствола под прямым углом, может, что-то такое есть? Бесспорно, это есть. И самое интересное, что вообще разнообразие габитусов, кустов, чубушника очень велико. Это начинает компактных, низких, гномы-карлик, которые у нас зимуют великолепно, но не цветут. И вехов их вообще рекомендовал как бордюрное растение, которое практически не требует стрижки. Такая хорошая зеленая стеночка, ничем не болеющая. Далее, это низкорослые сорта, которые можно сажать в любую зону отдыха, потому что тот же необычный, либо, предположим, аваланж в тех районах, где он хорошо зимует. Это прекрасный некрупный кустарник с красивыми побегами, с идеальным запахом. Его легко включать в любой миксбордер с многолетними цветами и с другими кустарниками, с теми же розами, то есть как угодно, потому что он будет только продлевать цветение, включать цветение в тот период, когда другие кустарники не цветут, и ничем он не будет им мешать абсолютно. Третья группа – это уже, скажем, кустарники от полутора метров до двух метров, они тоже все достаточно аккуратные. Вот сортовые чубушники, в отличие от видовых, они не настолько сильно нарастают, и у них формируются достаточно хорошие, красивые кусты. Есть, естественно, и высокие кустарники, которые тоже востребованы, потому что необходимо что-то сажать вдоль заборов. Наши заборы надо закрывать. Россия – это страна заборов, и их надо чем-то прятать. И, кстати, таких сортов и не так уж и много. То есть в основном, основная, наверное, палитра сортов идет вот в этой средней зоне, до двух метров в наших регионах. Ну, может он дать два с половиной метра. И в том числе, да, есть сорт «Обелиск», например, у Николая Кузьмича Вехова, но пока мы его не нашли. Вот он как раз пишет в своей монограмме, что этот сорт интересен с точки зрения ландшафтного дизайна, потому что он очень узкую крону имеет. Правда, у него вообще занижены там все размеры. На самом деле, когда читаешь его книжку, надо понимать, что реально все сорта вырастают гораздо больше. Ну, там есть это свое объяснение. Но он пишет, что это сорт 50 сантиметров в диаметре и до двух метров ростом. То есть это реально цветущая колонна. Подобный сорт есть у лимуана, называется «Пирамидалис». Но все-таки есть нарекания с его подмерзанием. А чем опасны подмерзания у чубушников? Тем, что у них вот этот соцветий, так называемый колос, не колос, султан, правильнее сказать, извините, который состоит из маленьких боковых веточек. То есть как происходит цветение у чубушника и почему важна правильная обрезка. Неправильная обрезка и мы вообще убираем у него цветение. То есть если вы вдруг будете его обрезать весной по тому принципу, как мы режем большинство кустарников, пришли и подровняли, то вы получите хороший зеленый куст, но без цветов. С чем это связано? С тем, что цветет прошлогодний побег. Этот прошлогодний побег выглядит в начале весной просто как длинный-длинный побег. Дальше от него начинают отрастать уже генеративные веточки, на которых образуются цветы. Вот эти боковые веточки короткие, у разных сортов по-разному, в зависимости от длины этой веточки, получается это либо более компактное соцветие, либо более рыхлое разнообразие. И они могут образовываться по длине, скажем, сорт комсомолис при высоте метра восемьдесят два метра. Вот этот султан из этих коротких веточек может быть где-то почти что метр, а может даже быть больше. И, конечно, такие сорта становятся самые желательные и декоративные. Правда, у комсомольца есть такой недостаток, у него плохо опадают цветы, это очень большой минус. У других на самом деле этого нет. При всех достоинствах сорта комсомолис вот этот недостаток он существенен. Но вот цветами они тоже обильно сорничают. Ну, растения вот совершенно не созданы для живых изгородей. Если, конечно, не найти вот тут ваш знаменитый обелиск, то это, конечно, была бы идеальная, мне кажется, красивая изгородь. А вот образующиеся зонтики, они еще сильно сорят цветами. То есть практически все растения, которые сидят в радиусе поражения, они все будут усыпаны этими лепесточками и даже там самые неприхотливые хосты, как только на них что-то привлекает, то уже хосте становится непросто оставаться декоративной, сидя под чебушником. Может быть и так, конечно. Я, если честно, никогда не обращала на это внимания, потому что опавшие лепестки тоже очень красиво, такой опавший снег под кустом, и они достаточно быстро пропадают. Они же не могут лежать там вечно. Но бесспорно... Хосте бы с вами, моя, не согласились. Хосте бы не согласились. Почему? Потому что это очень крупный лист. Но если вы посадите под этот кустарник те же, например, герани, которые имеют более мелкие листы, которые провалятся, ничего смертельного в этом не произойдет. Там вы можете сажать все, что угодно из мелколистных каких-то культур. То есть мне, например, рядом с некоторыми чебушниками растут сибирские ирисы, низкие сорта сибирских ирисов. Та же анатера, например, тоже некрупная лист. На самом деле очень много растений, которые не замечают этих провалившихся лепестков между ними. Мы даже показывали фотографию, где как раз одновременно цветет жемчуг и под ним одновременно цветет герань с белыми цветами. Очень неплохое сочетание. Ну вот длиннокронивищная герань, кстати, у меня и посажена. Да, да, да. Мне кажется, что я вот интуитивно, уже общаясь с ландшафтными дизайнерами и смотря растения, к каким-то таким готовым решением прихожу. Ну, опять же таки, хочу, Ольга, напроситься к вам в гости. Теперь я уже даже знаю, что целенаправленно, наверное, очень хочу я теперь получить замечательный жемчуг. И побыть немножко ловцом жемчуга, потому что совершенно меня этим рассказом очень сложно было сейчас вот мне открыть рот на камеру и сохранить такое достойное выражение лица. Ну и посмотреть на все ваши сорта. Я надеюсь, что они у нас появятся и в продаже в садовом центре Европлант, потому что заинтриговали безумно, но боюсь, что фотографий опять будет недостаточно. Мы всегда будем вам рады. белой ночью снимать прекрасный роскошный жемчуг. И я надеюсь, что наши зрители опять же таки оставят свои вопросы и пожелания уверен, что их будет много, потому что информации сегодня про чебушники прозвучало очень много и, соответственно, когда много информации, так и вопросов еще больше возникает. Всего доброго! До свидания! Редактор субтитров А.Семкин